Приветствую вас друзья на канале! Сегодня наконец дошли руки и я захотел восстановить вот такой вот литий-детонатный элемент китайского бренда Янлон на 40 ампер час. Эти элементы бывают с родными выводами шпильками и бывают с восстановленными приваренными шпильками. Цена на них отличается вдвое. На заводе при изготовлении тяговой батареи из таких элементов один вывод приваривают лазером. Поэтому при разборке секции приходится срезать одну шпильку под корень. У одних элементов срезан минус, у других элементов срезан плюс, как у данного элемента. Перед продажей китайцы восстанавливают шпильки. Приваривают другие вместо срезанных. Шпилька к основанию батареи приваривается с небольшим основанием. Это основание имеет определенную толщину и когда проваривают это место, естественно появляется шов в этом месте, который мешает качественному прилеганию шин и хорошему контакту. Собирая из этих элементов пусковой аккумулятор, я обтачивал сварные швы в этих местах для лучшего контакта. Кстати, видео по сборке этого пускового аккумулятора есть на канале. Я оставлю ссылку в описании и в прикрепленном комментарии. У данного элемента основание тела новой шпильки было слишком тонкое и естественно при обтачивании шва она отломилась, так как ее больше ничего не держало. На канале есть видео, где я разбираю такой же титанатный аккумулятор и проверяю его на пожаробезопасность. Только он не на 40 ампер час как этот, а на 30 ампер час. Размеры у них одинаковые. Ссылку на данное видео я также оставлю в описании и в прикрепленном комментарии. У меня появилась мысль использовать разобранный аккумулятор из видео, как донора для восстановления шпильки этого элемента. Попробую аккуратно срезать положительный вывод вместе со шпилькой и приварить к этому элементу. Не выкидывать же теперь этот элемент из-за того, что у него нет шпильки. Положительный вывод сделан хитро, так как, во-первых, он не должен касаться самого корпуса, так как это минус. Поэтому здесь проложен диэлектрик, он же уплотнитель. Также здесь есть клапана для сброса давления, вот в нештатных ситуациях. Поэтому он здесь такой замудренный. Здесь есть приваренные части. Сейчас я попытаюсь все это срезать и высвободить шпильку вместе с основанием. Срезал дремелькой здесь вот эти вот приваренные части. Получилось легко высвободить вот эту деталь. Теперь понятно, как она была приварена. Тут был рулон намотан и к нему приваривали с этой стороны. Естественно. Далее идет вот такая конструкция. Здесь было приварено по кругу. Я высверлил. Эта деталь ничего особенного из себя не представляет. Она распределяет токи на вот эту часть. И далее часть корпуса, которая через прокладку сообщается со шпилькой. Она же положительный вывод. Уплотнитель здесь довольно плотный. Кстати, по клапанам. Это вот, скорее всего, не клапан. Через это отверстие заливается электролит. А вот это по-любому клапан. Он состоит из фольги, которая довольно легко прорывается. Достаточно даже небольшого давления и эту фольгу порвет. Теперь осталось снять диэлектрик. Убрать вот эту вот часть ненужную. До площадки сточить. Кстати, может быть саму площадку немножко нужно будет уменьшить. Потому что по краю приваривать будет нельзя. Тут диэлектрик и уплотнитель. Он может быстро перегреться. Придется, скорее всего, немножко сточить и саму площадочку. Сделать ее поменьше миллиметра на три. Может быть четыре. Сейчас я это все сделаю. Найду хорошего сварщика. На весь это можно будет сделать, не перегрев элемент и не испортив уплотнение. Варить нужно будет, скорее всего, по чуть-чуть. Либо, может, достаточно будет просто прихватить. Не обязательно будет сильно обваривать это место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока я решал вопрос со сварщиком, оказалось, друг, который занимается автозвуком, у него есть токарь, который приловчился восстанавливать эти шпильки. Я также ему отдал, и он сделал мне эту шпильку без проблем. Диаметр также 12 мм, а та часть, которая вворачивается в плюсовой вывод, я её измерил, она 8 мм. Заглубляться диаметром 8 мм можно вплоть до сантиметра без проблем. Теперь элемент восстановлен, можно будет без проблем его использовать, всё будет отлично. Вот такое небольшое видео, надеюсь оно было полезным. Ситуация, когда шпильки обламываются, встречается нередко, поэтому думаю оно будет полезным. Я его не зря снял. Ставьте лайки, кому понравилось, дизлайки, кому не понравилось. Обязательно делитесь этим видео в соцсетях, это очень помогает продвигать канал и само видео. Также я вижу, что тема вам интересна, это наилучшая благодарность для меня. На этом думаю видео завершить. Отдельное спасибо, что досмотрели видео до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока!